Е3 это самая громкая и ежегодная игровая выставка, на которую приезжают разработчики со всего мира, чтобы устроить великолепное шоу своим фанатам. Они демонстрируют сочные геймплейные трейлеры, от которых течёт слюна, анонсируют крышесносные проекты ААА-класса и задают тенденции в игромехе на долгие года. Но в этот раз что-то пошло не так. Sony и я отказались от участия в Е3 2019, большинство неожиданных анонсов было слито всей заранее, а выставку буквально завалило вторичным инди-шлаком. Хоть ЕАи отказались от участия, это им не помешало приехать в Лос-Анджелес, развернуть свои палатки рядом с главной выставкой года и провести конференцию прямо перед основным замесом. Таким образом я оплеидала внегласный старт в Е3 2019. На своей конференции электроники наконец-то продемонстрировали нам геймплей павшего ордена. И боже, как же это было херово. Игра выглядит безумно устаревшей и вторичной. Складывается впечатление, что орден лепили на скорую руку и старых наработок, дабы хоть что-то выпустить перед тем, как закончится лицензия на игры по вселенной ЗВ. Анимация это просто кошмар. Во-первых, их очень мало. Во-вторых, они безумно топорны. Взять хотя бы то же притягивание. Выглядит так, будто моделька штурмовика забаговала и лишилась движения. Цензура тоже не играет на руку этому проекту. Расчлененка человекоподобных противников тут не предусмотрена. Даже бездушных роботов не дадут покромсать на куски световым мечом. Да и вообще, световой клинок тут просто дубинка и фонарик. А вовсе не элегантное и грозное оружие джедая. В общем, всё по канонам Диснея. Да, оценивать игру ещё рано. Но лично я разочарован. Не знаю, чего я ждал, но уж точно не этой халтуры. Впрочем, поиграем, посмотрим. Может быть, всё не так уж и плохо, как кажется на первый взгляд. Может быть. А может и нет. В принципе, на показе Павшего Ордена конференция ИА и закончилась. Оставшееся время демонстрировали скинчики для Апекса и Симсов под бурные овации и аплодисменты. Помните, как весь прошлый год Microsoft рассказывала нам сказки про крутые игры, которые она готовит? Про студии, которые купила. Так вот, забудьте это всё. Никакой конкуренции Sony в следующем поколении даже не планируется. Ни о каких крупных релизах и речи быть не может. Только сессионки, онлайн и индюшатина. Они напрямую отказались от нормальных сингловых игр и сделали упор на дешёвые, быстро слепленные онлайн-проекты, которые будут со старта распространяться по подписке. Даже, казалось бы, сингловую Gears of War они превратили в долгоиграющую сессионку, которую будут доить с помощью скинчиков. Единственное, что спасло конференцию Microsoft от тотального провала, это CD Projekt Red, которые показали графонистый синематик по киберпанку и наконец-то слили дату релиза. Вдобавок, они заманили свою игру Киана Ривза, который своим появлением просто порвал зал. Как это происходит? Всё остальное просто затерялось в волне индюшатины и дополнений, которых никто не просил. Тут вам и лего-машинки для Forza Horizon, и новые квесты для никому не нужной State of Decay 2, и блуждающие электролоси, и диаблоидный Майнкрафт, и много чего другого, на что бы я не хотел тратить своё время. Но всё-таки парочку интересных анонсов можно было уловить. Новая игра Миядзаки и Джорджа Мартина обзавелась стильным кинематографическим трейлером, который в принципе ничего не говорит об самой игре, но для анонса сойдёт. Ещё раз нам показали Хейлы, которые у поклонники Шейтан Коробки ждут ещё с 2014 года. Dying Light обзавёлся нормальным трейлером и датой релиза. Да в общем-то в принципе и всё. Нормальных серьёзных игр на этой конференции особо-то и не было. Зато вместо демонстрации нормальных игр, Microsoft рассказали про коробку следующего поколения, под кодовым названием Scarlet, которая 100% будет совместимой со всеми прошлыми консолями компании. Пообещали 8к и 120 фпс, сказали, что будет очень круто и дали приблизительную дату выхода на рынок – 2020 год. Все ждали конференцию и беседки и хотели увидеть, как тот будет выкручиваться и извиняться за фейковый Fallout 76. Но вместо этого нам стали доказывать, что сейчас Fallout уже не тот, что на старте. В нём появилась Королевская битва, и вообще скоро появятся люди NPC с текстовыми диалогами. А чтобы вы не начали думать о том, что Battle Royale подозрительно похож на шторм из BF5, а NPC должны были быть со старта, Тодд подготовил для вас зомбирующую подборку с фанатами беседки, которая будет убеждать вас в том, что игры беседки самые лучшие в мире и объединяют людей со всей планеты. Потом на сцену вышли прихвостни Тодда и начали с упоением рассказывать про мобильную версию свитков, дабы мы её скачали и подсели на эти зелёные камушки. Беседка, как профессиональный дилер, первую порцию даёт бесплатно. Ещё немного поговорили про онлайн-овую ТЭС, и вот нам демонстрируют новый проект от великого и ужасного Синзи Микайми, который можно описать одной лаконичной фразой. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Это пришельцы, кто главный герой, что тут вообще происходит и при чём тут эта лапша. Ничего не понятно, но трейлер интригует и привлекает внимание. Ждём подробностей. Это всё, что вам нужно знать про Девольвер. Слухи про слив RDR2 на ПК так и не оправдались. Расходимся, пацаны. В этом году Ubisoft пошли в ва-банк. Они, как и Майкрософт, сделали ставку на платную подписку и игры-сервисы. Уже с ноября этого года, всего за 15 долларов в месяц, можно будет играть во все игры этой компании, включая свежие новинки. На самом деле, это был достаточно очевидный и предсказуемый ход. Ubisoft уже давно неплохо зарабатывает на косметике в сингловых играх. И самое главное для них, это просто заманить как можно больше народу в свои оффлайн и онлайн-речильни, чтобы уже в самой игре сосать из игроков бабло. Ещё нам показали новенький Watch Dogs, который выглядит очень блекло, но не лишён хороших идей. По показанному геймплею сложно составить резвое впечатление и понять, где зарыта собака. Но даю руку на отсечение, что физика машин будет такой же ужасной, как и всегда. А доната и экономии времени станет ещё больше. А вот про новый Ghost Recon я вообще ничего не могу сказать. Вайнлендс был просто отвратительной и скучной отрыжкой, в которую было неинтересно играть. Не думаю, что добавление в игру PvP-режимов смогло бы что-то кардинально поменять. Но опять же, поживём, увидим. Square Enix привезла на эту выставку слишком много финальных фантазий. Показали ремейк-финалки, ремастер-финалки, онлайн-финалку, финалку для мобильных, финалку для планшетов, финалку для детей. Господи, как же их было много! Что даже у меня, у фаната серии, случился передо с финальной фантазией. Но самой основной игрой этой конференции была, конечно, седьмая фантазия, которая выглядит просто сногсшибательно. Это именно то, что я хотел увидеть от этой игры. Продемонстрированный босс-файт выше всех похвал. Превратить статичный, скучный, пошаговый бой в динамичную арену с интерактивными предметами, это было невероятно круто. Если вся игра подверглась таким кардинальным изменениям, то это будет самый лучший ремейк в истории человечества. Кстати, финальная фантазия — это ещё один эксклюзив Sony, причём достаточно жёсткий. Если в СНГ большинство негативно относится к культуре аниме и подобным играм, то на Западе это культовая классика и настоящий систем-селлер, который продаст далеко не одну тысячу четвёртых плоек. Впрочем, кроме финальных фантазий, на презентации Сквайров показали и новую игру про Мстителей, которую по-хорошему нужно было выпускать ещё в прошлом году. Не знаю, найдёт ли эта игра свою аудиторию в 2020-м, когда хайп вокруг Мстителей сходит на нет из-за завершения основной линейки фильмов, но, думаю, любители комиксов будут рады в любом случае, даже если игра выйдет не очень. Нинтенды меня очень сильно порадовали в этом году. Они наконец-то вспомнили про то, что на сыче почти не во что играть, и заанонсили кучу проектов для своей портативки. Тут и третий Ведьмак подъехал, и новая часть нашумевшей Зельды, и Super Smash Bros., и ещё куча всего интересного. Да, графическая сторона у многих игр сильно подхрамывает, всё-таки эта портативка и железо далеко не торт. Однако, желание заполнить свою консоль играми воспринимается гораздо лучше, чем продажа картона по конским ценам. Не знаю, как вам, но мне эта E3 не понравилась. На мой скромный взгляд, эта выставка стала одной из худших E3 за последние 10 лет. Большую часть времени нам демонстрировали инди-проекты, дополнения к уже вышедшим играм и продавали подписки на свои сервисы. В то время как интересные проекты отошли на второй план, а за единственный вау-момент нам нужно благодарить поляков и CD Projekt. Они буквально в соло вытащили эту E3 из полного уныния. Даже полноценного анонса консоли нового поколения так и не случилось. Нам вроде бы рассказали про Скарлетт, но саму коробку мы так и не увидели. Субтитры сделал DimaTorzok